Просмотрим теперь такую задачу. Два шара радиусами, проводящих шарах, радиусами R1 и R2, заряженные Q1 и Q2, заряжены проволокой. Надо определить поверхностную плотность, σ1', σ2', штрихи означают после того, как их заренили проволокой, и напряженности поля вблизи поверхности, E1', E2', найти. Первоначально мы можем использовать формулу, которая связывает для уединенного проводящего шара потенциал и заряд. Для того, чтобы можно было поставить знак равенства, приходится вводить коэффициент, который называется емкость шара. При этом потенциал на поверхности шара и заряд, который этот шар несет. И можем использовать формулу, которая отражает закон сохранения заряда. Закон сохранения заряда. Если первоначально у нас был общий заряд равен Q1 плюс Q2, где Q1 и Q2 это алгебраические величины, в общем случае, они могут быть положительными, могут быть отрицательными, то суммарный заряд Q1' плюс Q2' после соединения должны быть одинаковые. Подставляя сюда для каждого из зарядов такое соотношение, можем написать C1QC1φ1 плюс C2φ2' Но при соединении проводящей проволочкой потенциал на всей поверхности этого металлического получившегося тела будет одинаковый, поэтому φ1' равно φ2'. И это φ1' мы можем найти. Оно будет равно C1 на φ1 это Q1 плюс Q2 деленное на C1 плюс C2. C1 плюс C2. Заряды, которые образовались в Q1' определяем по этой формуле. C1 на φ1' и Q2 будет равно C2 на φ1' Q2' Поскольку у нас C пропорциональная радиусу для уединенного шара, C равно 4π ε с ноликом R, то мы можем здесь такую формуле записать. Заряд Q1' будет равен 4π ε с ноликом R1 на φ1'. И если мы хотим к плотностям перейти, то мы должны поделить на площадь. Сигма 1' будет равна Q1' разделить на площадь поверхности сферы, в которой спрятан ввершем 4π R1 в квадрате. И сюда поставим Q1'. 4π ε с ноликом R1 деленное на 4π R1 в квадрате умножить на φ1'. Получается ε с ноликом на φ1' деленное на R1'. Сигма штрих пропорционально 1' разделить на R' То есть мы получили единое проводящее тело, у которого есть маленькие радиусы кривизны, там, где ближе к острию, там, где R маленькая. Получается плотность заряда здесь Сигма 1', а в этой точке, скажем, Сигма 2, Сигма 1 больше, чем Сигма 2. Здесь Сигма 1 максимальная поверхностная плотность заряда. Используя связь между напряженностью на поверхности шара Q4π ε с ноликом R в квадрате и потенциала Q на 4π ε с ноликом R, можем сказать, что у нас E будет равно φ деленному на R. Поэтому E1' будет равно φ деленному на R1. E пропорционально 1 на R. там, где у нас маленький радиус кривизны, там будет большая напряженность поля. Максимальная поверхностная плотность зарядов, во-первых, здесь, а во-вторых, здесь у нас будет максимальное значение E вблизи острия. Используя